Как сейчас зарабатывать в интернете? Я хочу рассмотреть один из способов, которые мы рассматривали в прошлом видео, это заработок на партнерских программах. Вы можете посмотреть мой прошлый ролик в аннотации, но сегодня мы перейдем к разбору конкретной одной из программ и попытаемся разобраться, собственно, как вообще сейчас зарабатывать в интернете в наше время, учитывая реальная составляющая и реальную картину, которая происходит сейчас. Меня зовут Николай Шмичков, это канал SeaQuick, и сегодня мы разберем отдельную партнерскую программу. Давайте немножечко вспомним, что такое партнерская программа. А партнерская программа это такая площадка для сотрудничества между партнерами, вебмастерами, конечно же, и поставщиками товаров и услуг. То есть некий посредник, который выступает для поставщиков услуг и людьми, которые хотят привести им клиентов, дает стабильную платформу для взаимодействия. То есть партнерская программа является как что-то вроде биржи, на которую заходят заказчики, которые хотят продать свои услуги и одновременно рекламщики, которые знают, как эти услуги продавать. Но они не взаимодействуют непосредственно с заказчиком напрямую, а взаимодействуют через эти партнерки. В чем преимущество партнерских программ? Она привлекает собой заказчиков, которые выставляют просто определенную цену, допустим, за лид. В то время как для вебмастера задача уложиться в эту цену и заработать, не превысив ее, а все что выйдет ниже, заработать и вывести свои деньги себе, как говорится, на кошелек. Так выглядят партнерские программы. Если посмотреть глубже, то способов заработка на таких программах существует много. Есть программы, которые платят за клики, за наполнение сайта, за написание комментариев, за конечно же там копирайтинг, за ведение соцсетей. Да, есть и такие партнерские программы, но сегодня мы остановимся конкретно на тех партнерках, которые зарабатывают так называемом арбитраже трафика. И конечно же, давайте еще раз вернемся к тому, что такое арбитраж трафика. Если разобраться с определениями, если мы вернемся в старое видео, арбитраж трафика, это когда вы покупаете трафик дешевле и продаете его дороже. Методы продажи трафика могут быть разными, вы можете платить как за клики, так за лиды. Поэтому ваша задача выйти на такую математику, чтобы покупая трафик подешевле, с выгодных мест, выводить его подороже и продавать повыгоднее. Вы конечно же можете понять, что трафик можно не обязательно покупать на платных платформах, трафик можно создавать из соцсетей, трафик можно создавать из e-mail рассылок и конечно же трафик можно создавать из seo, подняв попросту сайт с нуля какой-нибудь наполненным его контентом, выставив на него ссылки и фактически получать на нем трафик. Некоторые сайты можно поднимать практически в автоматическом режиме. Вы можете просто создавать пачками сайта, выкладывать их на хостинг, заполнять их контентом, который уникализируется через какие-нибудь искусственный интеллект, алгоритмы. Мы об этом рассказывали в прошлом вебинаре, вы можете найти вебинар с Никитой Комышниковой, мы как раз рассказывали эту тему, что могут генерироваться тексты при помощи искусственного интеллекта, поэтому сайты могут создаваться тоже в таком автоматическом режиме и фактически с ссылочками, с правильным всего продвижением они могут генерировать вам трафик. Сколько стоит трафик такого сайта, сколько денег вы на него потратили, там домен, хостинг и вот ваша работа с контентом, там заливка, работа контент-менеджера, вот это ваш расход, какой доход, сколько он лидов принесет. Если он начнет генерировать лиды, то почему бы и нет, если правильно генерировать такого рода сайты. Мы возвращаемся к арбитражникам. Арбитражники занимаются именно такой работой. Самые популярные сейчас сферы в арбитраже, это всевозможные товарки, гэмблинг и дейтинг. Гэмблинг это казино, азартные игры, дейтинг это всевозможные брачные агентства, брачки и тому подобные сервисы. Это одни из самых популярных, если верить запросу в гуглу, в гугле. Но, конечно же, если смотреть дальше, есть еще так называемый финансовый арбитраж. Это когда предлагаются там финансовые услуги, кредиты и тому подобные вещи. И чаще всего в этой сфере действительно мало рассмотрено арбитражных платформ. Я думаю, может быть на самом деле гораздо больше, но я сегодня решил рассмотреть нашего одного партнера, который согласился с нами посторонничать. И эта программа, конечно же, Leeds Market. Общая информация о программе. Leeds Market это финансовая партнерка, работающая по схеме CPA, где вам платят за конкретное действие. Официальный сайт, собственно, Leeds Market.com. И, соответственно, эта партнерка с тремя офферами, работающая на США и Великобритании, где ставки варьируются от 2 долларов до 240 долларов за приведенный лид. Трафик вы можете лить с любых источников. Запрещен только фрод. Партнерка предлагает вебам готовые лендинги, креативы, баннеры, конструкторы форм и заявок, mobile first и subid tracking. Компания была создана в 2011 году. Первые полгода существования компания ушла на разработку самой платформы. И, конечно же, после этого, как команда самостоятельно протестировала свой продукт и убедилась, что основной функционал и все инструменты готовы к нагрузке к реальным пользователям, с декабря 2011 года они запустили, собственно, affiliate программу. До этого база клиента, в основном, была создана посредством взаимодействия нетворкинга, то есть знакомств и собственников. Каждая из них индустрия в этой находится уже с 2003 года. Что касается технической части, то у площадки действительно очень довольно такой неплохой интерфейс. Вы можете посмотреть, в целом, интерфейс у площадки достаточно адекватный. Есть дашборд, где, условно говоря, у вас находится основной рабочий интерфейс. Я только зарегистрировался в платформе, соответственно, я не работал. Есть раздел офферы, это те самые три платформы, с которыми вы работаете. И есть раздел компании, которые вы за себе создаете, всех видов. И, конечно же, отчеты, рефералы, которые вы можете получать по комиссии реферальной. Отдел поддержки, раздел, который сообщает об обновлениях, то есть видно, что ожидается по обновлению. И общие настройки своего профиля, которые вы заполняете. Это, в принципе, вот весь рабочий интерфейс. Теперь перейдем более к детальному разбору. По поводу регистрации отдельный нюанс. Если вы регистрируетесь как тот, кто заказчик, регистрируетесь как заказчик. Если вы регистрируетесь как паблишер, регистрируетесь как паблишер. Заходя, собственно, заполняете свое имя, фамилию. Также после этого нужно будет заполнить почту, адрес проживания и придумать пароль. И после этого нужно будет подтвердить почту, ответить на несколько вопросов и самое главное дождаться аппрува. После аппрува только вы тогда сможете попасть в личный кабинет. Уведомление об активации аккаунта придет вам на почту. Теперь разберем, давайте, отдельные офферы, которые предлагаются в этой партнерской программе. Их всего лишь три, как я и говорил в начале, но в будущем будет больше. Первый оффер, который здесь есть, это Personal Loans United States. Это банковское предложение, в рамках которого потребители могут, собственно, взять кредит на сумму от 100 долларов до 35 тысяч долларов и ежемесячно выплачивать их. Оплата идет из-за проданного лида. Я уже создал тестовую кампанию. Создаются кампании очень просто. Вы нажимаете Create Campaign и выбираете, собственно, тот тип, который вам нужен. Среди тестовых кампаний для нее я, собственно, создал ее для того, чтобы показать вам сейчас, какие тут есть варианты таргетинга на примере первой платформы. По умолчанию вам доступно несколько лендингов, которые уже расположены на конкретных доминах, на которые вы можете попросту лить трафик. Здесь сразу дается он с нужной реферальной ссылкой и вот, собственно, для пользователя вот возможность нацелиться на те или иные кредиты, то есть и там уже указать email. Собственно, после того, как я понимаю, email заключен, уже за это вы уже ловите себе лиды и, соответственно, здесь тоже таких лендингов много. Обратите внимание, любой дизайн, который вам нравится, то есть здесь вы можете сгенерировать текстовую ссылку со своими параметрами, со своими переменами и используем, например, в баннерах где угодно, то есть сразу там все сайты имеют оптимизацию, все лендинги имеют мобильную оптимизацию и здесь можно даже есть какие-то подходы на там лендинг. Ага, вот еще один, еще один лендингов, короче, здесь много. Второй вариант, это так называемые шаблоны. Шаблоны, которые сайтов, которые можно попросту себе скачать и настроить их. Вот точно также можно изучить конкретные сайты. Они многостраничники, имеющие небольшое количество страниц. Можете сказать, скачать темы сайта и фактически там на своих доминах, с этих доминов учитывать трафик как свой. Едем дальше. WordPress темы. Можно просто скачать готовую WordPress тему, развернуть ее на своем сайте и соответственно использовать те же самые реферальные ссылки для своей компании. То есть вот можно смотреть отдельные темы, которые сайта предлагаются, где уже просто весь контент заполнен. Ставьте просто свое доменное имя и разворачивайте себе сайт. То есть попросту для этих, для этого оффера проделана довольно-таки титаническая работа. И есть шаблоны e-mail. Если вы все-таки пробуете заниматься e-mail, вы можете просто скачать нужные шаблоны и выстроить свою работу по заработку на этой партнерке. Так что если у вас есть хорошо налаженный канал по США, то этот лендинг, этот оффер вы можете обработать при помощи соответствующих лендингов платформ, количество, я так понимаю, которых постоянно может быть дополняться. Есть еще у вас доступный раздел креативы. Здесь можно скачать отдельные баннеры, посмотреть на эти баннеры, то есть рождественские баннеры в любых вариантах дизайна. То есть любые варианты, которые вам скорее всего подойдут для Google Ads и даже баннер на рекламе. Их громадное количество и они там есть даже анимированные, вы можете просто посмотреть любые из них. Можно всегда скачать и использовать в своей рекламе. Так что возможностей действительно много. Это были баннеры. Посмотрим, есть еще раздел формы. Формы тоже можно установить на своем сайте и установить там сразу на те сайты, которые вы допустим создавали сторонние отдельные формы для лидогенерации. Например, на ваших финансовых блогах, которые у вас есть. Ну и конечно же можно заказать там подсоединить телефонный номер, по которому отслеживать отдельные заказы через звонки. Ну это такое самое популярное, что здесь я увидел. Перейдем к следующему. Следующему офферу и разберем его более детально. Следующий оффер, который предлагает программа, это персональные кредиты. Краткосрочные кредиты для жителей Великобритании на сумму от 50 фунтов до 1000 фунтов. Выплачивается от одной недели до 12 месяцев с даты предоставления займа. Собственно, для этих целей используется аналогичный набор, как мы объясняли, лендингов. Их тут немножко поменьше. Есть также веб-шаблонов нет, в WordPress тем пока еще нет, но есть темплейты для e-mail. Из креативов есть всевозможные варианты баннеров, заготовленных для рекламы, то есть в принципе это есть. Есть форм пока еще нет и телефонные номера, можно работать по запросу. По поводу заработка. Здесь вы зарабатываете от одного доллара до 120 долларов. Это можно изучить собственно сразу здесь. Уже даже от доллара 30 до 118 долларов, это за проданный лид. Средний заработок такой. И последняя программа, которая есть, это собственно заработок кредит под залог транспортного средства. Под эту форму есть точно также довольно-таки неплохой набор из двух лендингов. Они примерно похожи друг на друга, отличие в логотипе там небольшое. Можете можем посмотреть как раз на них. Вот такого формата лендинги. Также у нас есть несколько шаблонов, которые можно скачать и развернуть на себя на сайте. То есть готовые шаблоны для такого небольшого сайта, который можно заполнить. Вот контент весь в принципе заполнен. На него можно ориентироваться, но если для SEO вам нужно будет добавить дополнительных страниц, это конечно можно использовать. И шаблон e-mail также присутствует небольшое количество в целом, но для работы достаточно. И есть креативы, которых ну всегда тут достаточно для настройки рекламы. Так что рекламщикам, особенно тем, кто берут трафик из контекстной единой сети, однозначно будет интересно. Из форм есть только одна форма, которая позволяет отправить заявку, то есть на конкретный автомобиль. Здесь, собственно, вы указываете год, какая марка, то есть какая модель. Выбираете, отправляете данные, сколько миль проехало и имя. И отправляется данные. Такая простенькая форма, которая ставится на любой сайт. И конечно же телефонный номер по запросу. Очень важное замечание. Практически все партнерки, даже на примере этой партнерки, которую я показал изнутри, работают по очень простой схеме. Они принимают трафика, все виды, кроме фрода. За фрод любая партнерка и лицмаркет вас попросту исключат. И вас ждет бан, собственно, и вы как партнер уже не сможете, скорее всего, в нее вернуться и зарабатывать на ней. Поэтому очень хочется, конечно же, заработать на том, чтобы накрутить этих лидов, заработать больше денег. Но помните, если вы будете очень долго представлять некачественные лиды партнеру, он пожалуется, что ему льют некачественные лиды. И они легко вычислят, с каких офферов, с каких они реферальных ссылок приходили. И, конечно же, избавиться от такого умника, который решил на этом заработать. Поэтому обузить эту систему не рекомендуется. По крайней мере, я считаю, что это физически невозможно, потому что легко все отследить. Чем хороша партнерка лицмаркет? На самом деле, мне как рекламщику понравились определенные вещи, которые здесь есть. Да, здесь всего три финансовых оффера, которые работают на Великобритании и США. То есть, их пока немного, но думаю, их станет больше количества. Также мне понравилась довольно высокая ставка за некоторые лиды. То есть, может доходить до 240 за лид. Если вы знаете больше, напишите в комментариях. Также есть большой набор бесплатных лендингов, креативов, шаблонов для имейлов и шаблонов для форм. Это довольно-таки неплохо, потому что я не знаю, предоставляют ли другие партнеры такое гигантское количество креативов. Потому что по первому офферу, вы видели, их количество было действительно большим. То есть, можно делать АБ-тестирование без каких-либо затруднений. Материала хватает. И сидеть, нанимать дизайнера, запилив программиста, для того, чтобы пилить сайт, вам попросту не нужно. Ну и, конечно же, самое главное, что здесь есть, это персональный менеджер. Собственно, всегда с ним можно пообщаться. У меня закрепленный, например, Matthew Page. И самое интересное, что ежедельные выплаты вы можете выводить деньги, если заработали 100 долларов и выше. То есть, если заработали 99, выводить нельзя. 100, можете выводить себе свои заработки. Ну и самое главное, в партнерке доступна реферальная программа. Свою ссылочку, конечно же, я оставлю в описании в закрепленном комментарии по реферальной программе. И, конечно же, 3% от комиссии и партнеры будут помогать мне. Поэтому, если вы хотите начать работать с программой Leeds Market, я буду благодарен, если вы это сделаете по реферальной ссылке. Давайте для новичков, тем, кто вообще собирается как это работать, расскажем, как здесь начать зарабатывать. В принципе, во многих партнерских программах будет схожий интерфейс, схожие первые шаги. Но, в целом, я на примере этой программы как раз все вам и покажу. Собственно, давайте расскажем, как лить трафик на партнерской программе, на примере Leeds Market. В первую очередь заходим в раздел Offers. В Offers выбираем, собственно, платформу, на которой вы хотите зарабатывать. Самая такая выгодная на сегодняшний день оказывается как раз вот это Payday Personal Loans United States. Вы изучаете здесь, собственно, какими штатами, собственно, она работает и выбираете канал. После того, как вы выбираете канал, вы изучили условия. В общем, выбираем канал и давайте, вот, собственно, назовем ее как-нибудь, там, Тест 2, к примеру. И выбираем, допустим, контекстная реклама. Создаем кампанию. И, собственно, сейчас наша задача настроить поток. Нужно сконструировать лендинг, форму заявки, выбрать креативы. Ну, давайте мы вот его выберем. Generate Text Link. Давайте разберемся, как, собственно, система будет учитывать ваши лиды. Конечно же, она учитывает их по появлению, так называемого, Thank You Page на заранее созданных лендингах, либо на созданных вами сайтах на Thank You Page, которую вы сделали. Поэтому очень важно правильно указать. Здесь Conversion Pixel для сайтов, которые вы создали отдельно. Если вы не знаете, какой оффер выбрать и как правильно сконструировать ленд и форму заявки, то, конечно же, лучше обратиться реально к персональному менеджеру, для того, чтобы он мог подобрать профитную связку. Я нашел статью, которая как раз рассказывает более детально, как это делалось на примере этого оффера. И, конечно же, рассказывается по поводу тренда в угол этой программы, в каких регионах она популярна, в каких регионах есть это регулируется законодательством, и, конечно же, с какими штатами лучше работать, с какими лучше не работать, и какие каналы лучше использовать. Ну и, конечно же, тут рассказывается по поводу сетей, вводу рекламы Google Ads, Bing Ads, кстати, тоже очень интересный вариант. Мы скоро про него снимем видео, так что поставьте лайк, и, скорее всего, если вам будет интересно, мы расскажем про Bing Ads. Там не так все сложно, мы с ним легко разобрались, и легко на нем настраиваем рекламу, без каких-либо трудностей. Очень много похожего есть из старого AdWords. Вот, ну и, собственно, настройка контекстной кампании. Рассказывается про тактики. Тактики SEO, вот яркий пример вам, что аффилиейты по запросу занимают практически всю выдачу на сегодняшний день. По поводу SEO-оптимизации, оптимизации под конкретные гео, по поводу Facebook Ads направленные, и, конечно же, комбинации ретаргетинга. E-mail, пуш-уведомления, можно через пуш-уведомления лить трафик спокойно через пуши, которые вы собираете на ваших сайтах. Ну и, конечно же, ретаргетинг в Facebook. Все это позволяет вам использовать существующий вот этот алгоритм использовать для конкретного оффера. Вот, и паблишеры действительно часто выбирают эту платформу для партнерки, так как спрос на нее очень высокий. Ну и самое популярное здесь, как если верить статистике лиц маркета, это SEO, контекстная реклама и e-mail. Вот, и если смотреть по классическим данным, цифры следующие. С контекстной рекламой по США при затратах 125 тысяч долларов доход составил 156 тысяч долларов, и поэтому прибыль составила 31 тысячи долларов, то есть, а рой 25%. То есть, в принципе, адекватные цифры для человека, который занимается рекламой, если у него все настроено и механизм четко выверен. Так что это нормальные цифры для того, чтобы использовать эту платформу для заработка именно на этом оффере. То есть, он пока сейчас на сегодняшний день популярен. Насколько перегрет, не знаю, но я думаю, тот, кто вклинится одним из первых, думаю, неплохо заработает. Для оптимизации контекстной рекламы предменяются все шаги, которые рассматривали мы в наших видео. В видео есть плейлист по контекстной рекламе, где я и Алена рассказывали вам, как ее настраивать в Google Ads. В принципе, здесь ничего не отличается. Собираем ключевые слова, анализируем запросы, избавляемся от мусора, формируем базу, конечно же, минус слов и сегментируем эти запросы под релевантные целевые аудитории на основе тех самых конкурентов. Затем занимаемся подготовкой рекламного аккаунта. В частности, наша задача прописать правильно объявление, подобрать правильно креативы, ну и, конечно же, на ключевые запросы, то есть нужно тоже подобрать там такие неплохие объявления. То есть, допустим, если запрос loans for rent, то мы в рекламное объявление делаем rendu, ну вот, собственно, я вам его покажу. Второй вариант, под второе ключевое слово вы можете увидеть объявление и под третье ревант ключевого слова вы тоже можете увидеть неплохое объявление. Итого, хорошее объявление выглядят вот так. У многих есть искушение настроить умные компании, но не советуем вам этого делать. Лично мы и также лицмаркет. Говорит, все лучше делать вручную. Работайте с компаниями реально вручную. Уделяйте внимание мелочам. Даже смотрите, по каким аудиториям реально к вам идут клики. Для этих целей соберите все варианты аудитории, которые могут быть заинтересованы, собственно, взаима, к примеру. И следите, какие аудитории кликают, но не оставляют заявки. И выключайте их. Они вам не нужны. Они будут вам портить. Они будут вам мешать развиваться. Начинайте с малого бюджета. Протестируйте малый бюджет для того, чтобы увеличивать цифры. Ошибка новичка. Сразу поставить цифры большие и слить огромное количество денег. Ни в коем случае этого не делайте. Вы тратите, в первую очередь, свои деньги. Вам еще нужно заработать. Поэтому очень важно уделять внимание именно об тестировании. Также отлично подойдут сервисы типа Ахревс, которые позволяют посмотреть на существующие рекламные объявления по ключевым словам. Возьмите все ключевые слова и соберите все тексты объявлений, которые есть в данный момент в выдаче. Да, он, к сожалению, собирает не по конкретному гео, но в принципе можно написать скрипт, который с выдачи стащит все объявления. И спарсив выдачу, вы получите себе все варианты текстовых объявлений по ключевым словам. Такой тул мы в скорости напишем. Если вам интересен такой тул, напишите нам в комментариях, и мы обязательно ним поделимся. Вы просто будете вбивать ключевые слова и собирать себе выдачу. Как говорится, только заливай прокси. Ну и, конечно же, рано или поздно вам придется коснуться других источников трафика. Ну, конечно же, мы рекомендуем также нативные рекламные сети, рекламные рассылки, SEO, пуши и множество других вариантов. Рекомендации вебмастера касаются в основном выборов релевантного канала трафика, набора ключевых слов, которые вам подскажет, собственно, ваш менеджер. Также вебмастерам, которые используют email-рассылки, мы рекомендуем убрать из списка штатов Нью-Йорк и настраивать рассылку рекламной кампании, ориентируясь на 8 утра или в полдень по местному времени. Так как по статистике такие кампании принесут больше всего конверсий. Саппорт также может подсказать вам, какие рекламные сообщения лучше использовать для привлечения лидов, помочь с рекламными креативами, предложив готовые шаблоны. На самом деле это довольно неплохо, потому что чаще всего партнерки вам предлагают просто оффер, условия заработка и все. Здесь же предлагается, ну, довольно такой внушительный набор инструментов, с которыми вам проще действительно будет начать. Если вы хотите действительно ворваться в партнерку и попробовать свои силы понять, насколько вы хороши в этом деле, с этой партнерки действительно стоит попробовать начать. Есть платформы, где, возможно, еще не сильная конкуренция, можно попробовать на той британской платформе или на автомобилях, либо же действительно попробовать себя на этой платформе, где действительно много паблишеров зарабатывают деньги. Мое мнение, действительно, на этой платформе я поставлю 5 за юзабилити, за набор контента. Как она работает в итоге? Напишите в комментариях, кто с ней знаком. Я буду рад реальной оценке, кто на ней работает, зарабатывает и делится кейсами. Но мы оставим самое главное напоследок. Как вывести деньги с этой программы? Как мы знаем, большинство программ выводят деньги не столько, сколько ты заработал, а определенными порциями. То есть, если вы насобирали определенную порцию, вы только тогда у вас получаете возможность вывести средства из системы. Поэтому партнерка выплачивает деньги каждую неделю. Вывести можно на следующие системы. PayPal, BankSG, Y-Transfer, Check, WebMoney, Pioneer и многие другие. Минимальный порог вывода, как я еще раз говорил, 100 долларов. На самом деле, партнерская программа, это довольно-таки интересно. Она находится в США, в частности, она находится в Майами. И из того, что мы знаем, она уже выплатила более 100 миллионов долларов в комиссии в 2019 году. Это довольно неплохие цифры, и она действительно развивается, и многим может понравиться. Мне, повторюсь, как человеку, который занимается катетиксано-рекламой, понравился их подход по предложению, по креативам, по лендингам, по платформам. И как SEO-шнику понравилось то, что предлагаются уже сайты с заполненным контентом, в принципе, который можно немного отрерайтить, чтобы он был уникальным, потому что как вы будете его продвигать, если он не уникальный. И, собственно, заполнять, ввести информационку, ловить контент. Семантики по этой теме собирать просто одно удовольствие, потому что все люди ищут деньги, все люди ищут, как заложить, как что-то, как взять кредит. На самом деле, для тонкого контента, это одна из стратегий, про которую я рассказывал, вообще просто море вариаций для того, чтобы прилечь на свой сайт себе трафик. Например, вы можете использовать ту же связку, поднять 5-6 блогов таких, отрерайтить их, заняться контентом, написать на них контент. Во-вторых, выстроить на ретаргетинге баннерную рекламу, баннеры взять из этой же платформы и, конечно же, получать лиды. Это тоже одна из связок, на которые можно заработать. Более того, такие блоги, они очень неплохо могут подниматься за счет того, что вы будете разгонять свои написанные гайды по какому-нибудь реддиту или квори, распространяя ссылки на конкретные статьи. То есть люди заходят на статьи, а дальше из них собирается уже непосредственно аудитория для вашего ретаргетинга, чтобы вам было удобнее работать. Ну и, конечно же, для контекстной медийной сети ретаргетинга, не только в Фейсбуке. Поэтому, да, платформа из-за того, что дает готовые креативы, с которыми вам проще начинать, это действительно жирный ей плюс, ставлю я от компании SeoQuick. Поэтому этот обзор, хоть и подготовлен в качестве рекламы, я действительно говорю, что он подготовлен с моим обзором. Мне понравилось именно вот это то, что я не видел в других платформах. Всех благ и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Для будущих рекламодателей, если вы хотите увидеть свою рекламу на нашем канале, обязательно напишите нам, ссылочку для этого я оставлю в описании.